Здесь чужих нет, спокойно можно забирать вниз болотка. И через правый фланг, где сейчас расположился по позиции Волон де Фрами, начинает свою атаку с переводом права на противоположный фланг Ла Цио. Да, пожалуй, итальянцы будут играть в такой футбол без лишних ускорений и рывков. Они уже прощупали оборону Бухарестского Динамо и поняли, что в принципе по классу суммарному они, наверное, румын превосходят. По умению обращаться с мячом, по умению создавать остроту в стандартных ситуациях, теперь важно в цели реализовать. Это преимущество, забитый мяч. Рывоват, столкновение. Днепрак, Маури. Блай. Довольно регулярно правый защитник Бухарестского Динамо идет вперед. Кулач. Подача в штрафную площадь. Как мне удалось, не глядя подавал, но, тем не менее, удар в девятку. И 43-летний Марко Болотто просто не допрыгнул. Поздравляют партнеры Юнеля Данчулеску. Десятый номер Бухарестского Динамо на 22-й минуте игры становится автором первого гола румынских чемпионов в Лиге чемпионов. Это уж неизбежная, наверное, тавтология сезона 2007-2008 годов. Хороший удар. Темечком. Абсолютно в самую паутину. Да, вот так говорится, туда, где это безобидное насекомое. Динамо изготовляет свою сеть. Наверное, даже если бы был лет на 20 помоложе Болот, то он тоже бы не достал. Этот мяч уж очень, он был хорош. Но, вы знаете, не поверю я в то, что это был такой прицельный удар в исполнении Данчулеску. По-моему, прицельно в данном случае пробить с такого расстояния до такой еще параболи, по какой мяч полетел, нереально. Но, тем не менее, гол есть гол, 22-ая минута, счет открыт. А это означает, что у Бухарестского Динамо уже есть мяч, забитый на чужом поле. Вы знаете, что при прочих равных условиях это обстоятельство может стать решающим и сыграть в пользу Бухареста. Вот так, контратака и один точный удар. Наверное, здесь решимости и везения было 50 на 50 в этом эпизоде. Давайте еще раз посмотрим подачу Пулача и в борьбе с защитником, не просто так. Там уж без особых раздумий, наверное, о прицеливании. И времени-то особого не было, чтобы посмотреть в сторону ворот сейчас. Вот Данчулеску подставил голову и все написано на лице Марко Болотте. Очень грустно. В Лиге Чемпионов в 43 года пропускать вот такие мячи. Но, может быть, и только подстегнет сейчас Лацо. По крайней мере, Делиороси. И не присаживался еще с начала игры. Рокки. И гранатбой с колонии. Подача. Замечу, он прыгал в Маури, не допрыгнул. Пока маловато вариантов в атаке у Лацо. При всей классности. Между прочим, вот ее-то и не отменяем. Пропущенный мяч. Класс, он есть. Класс. Командцы сдавать моменты может. Это видно. Но, имея двух разноплановых и забивных форвардов, Лацо пока играет во фланговый навес. Или, по крайней мере, в диагональ с фланга в центр. В любом случае, это передачи, как правило, верхом, которые по определению требуют еще какое-то времени на обработку дополнительную, более сложную. Быстрого комбинационного футбола в исполнении римлян пока не видно. Ледесмон переводит мяч на левый фланг. Пандев далековато. Он от штрафной площади играет дальше налево. И опять подача с фланга. И очередной маленький подвиг неизвестного героя, центрального защитника Бухарестского Динамо. Маури. Ротки. Маури мяч отскакивал, но неудобно. А здесь может получиться контратака. Можно убегать. Все, поле перед тобой. Нет, остановился, дождавшись партнера в Гончу Леску. Пока ему одного забитого мяча хватает вполне. А здесь вот была интересная идея с переводом по диагонали направо. Но сработала подстраховка у Лацо. И опять перехват довольно-таки небрежный. Сейчас была какая-то передача с фланга. То ли пока действительно нет особых сил Лацо, не в сезоне еще команды, то ли пока она еще не почувствовала опасности вылета из Лиги Чемпионов, куда еще, в общем-то, команда и не влетела. По большому-то счету. Томазо Рокки. Пандев. Странную игру пока играет 11-й номер Лацо. Стефано Маури. По позиции он определен игрок, как игрок под нападающим, который должен перед штрафной площадью все время находиться в атаке своей команды. Но очень часто возникает вот вакуум именно в этой зоне у Лацо, когда атака развивается по флангу, а других вариантов пока нет. Кто-то должен именно вот 11-й номер, скорее всего, подходить к фланговому полузащитникам или защитникам, чтобы через него осуществлялся перевод уже в центр поля мяча. Но Маури прячется. Вот отходит один за другим нападающий. То Пандев играет у центрального круга, то Рокки в эту зону приходит, а им здесь нечего делать. Маури обозначил отбор и снова из игры выключился. Прессиндует Лацо. Не пустил по своему флангу в атаку игроков бухарестского клуба Валон Бехрами. Нарушение пау. Сануфланговая атака. Прыгает, обливая мяч Богдан Лобонд. Вот да. Теперь есть у них повод друг друга поздравить. Если бы не защитник, сейчас мяч бы влетел в ворота однозначно. Вариантов не было других. Больше всяких похвал сейчас выступил Стефан Раду. Разыгранный главой. Еще будет штрафный удар сейчас. Лохромей подключился к атаке. Да, нарушение правил. Из Вурану сбил швейцарца с ног. Такая хорошая точка для футболиста, владеющего должным образом ударом с левой ноги. А есть такой в составе Лацо. Мы уже видели, как выполнял удар Пандев. Но, видимо, это все-таки не пандевская точка. Видимо, это не точка вообще для прямого удара. С точки зрения Лацо, их построений, то, что сейчас Пандев занимает позицию в стенке. А у Мичали Десмай Куларов. Удар опасный опять же, но в этот раз справился лучше Богдан Лобанд. Хитрый такой розыгрыш. И стенка развалилась, точнее, скомкалась как-то. И мяч-то полетел в ближний угол, который, по идее, должен был прикрыт этой стенкой. А вот как именно прикрыть, что именно прикрыто было сейчас у Лобанд, то трудно осудить, потому что он метался в створе ворот. Но пока мы этот эпизод разбирались с вами, была опасность пропустить еще один мяч. Лацо откуда-то с другой планеты. Прилетел мяч и опустился на ворота. Болот-то сверху. Желтая карточка, а как же еще? А как же иначе? Адриан Кристиан. Вот как это произошло. Неудачно убивал мяч от своих ворот Дильермо Стендардо. И рикошетом тот едва не влетел в сетку Марко Болотко. Но теперь снова в игре Богдан Лобанд. А у Бухареста вторая замена. В ходе первого тайма отчаянные шаги делает Мирча Реднич. На поле появится 18-й номер. С поля уходит 33-й Валентин Анастаси. Ох, как здорово. Защитник. У него есть желтая карточка уже. Гойян. 18-й номер появляется на поле. Лусян Гойян. Интересно. Одна замена была вынужденная. Насколько вынужденная вот эта замена? Есть ли травма у Анастасии? Знать нам пока не дано. Но тем не менее у главного тренера Бухарестского Динамо опасный момент! Ой-ой-ой-ой, что творится? Камазо Рокки! Не совсем уверенно и четко сыграл на выходе сейчас Лобанд. Но вы знаете, с такой смелостью на мяч, играя на опережение, идет Камазо Рокки, что здесь даже голкипер, которому позволены руки и кулаки выставлять под мяч, то может спасовать, потому что он просто устремляется головой вперед. Это футболисты. Так вот, Мерчи Реднич, главный тренер Бухарестского Динамо, оставил себе на второй тайм только одну замену. Наверное, понимает, что вот сейчас, в эти минуты, куется победа. А во второй тайм, как в завтрашний день, заглядывать он предпочитает очень осторожно и нечасто. Нарушение правил со стороны Ледесмы. Рокки объясняет норвежскому арбитру, что там перед этим была опасная игра со стороны румынского футболиста. Не получит мяч Кулач. Пандев играет через Маури. Маури избавляется от мяча, Ледесма. Скалова не подключается. Пандев. Мяч тащить и тащить. На фланг. Бехрами. Очень цепко и внимательно играет Кулач против него. Но тем не менее продача проходит. И удар по воротам. Еще один. Хороший, резкий выстрел. Но, судя по реакции Богдана Лобомта, Александр Каларов все-таки был слишком далеко от цели. Да, сегодня нет на поле лидера и капитана Лацо. Лучану Дзаури, этот защитник, не смог выйти на игру, как и ожидалось, из-за небольшого повреждения. Может быть, это и сказывается. Сейчас важнейший игрок оборонительной линии выпал. Изобой мы перед очень важной встречей. А у нас штрафной. У мяча Клаудио Николеско, капитан и лидер, в свою очередь, бухарестского «Динамо». Да, не такой удар. Ну, все поняли уже, что в воротах у Лацо дедушка стоит. И вот решили удалить молодецкую свою попробовать. А вдруг пройдет. Ох, какая ошибка! Не глядя, сбрасывал мяч галкиперу, защитник. И чуть просторопнее будет Томазо Рокки. Чуть менее внимателен Лобанд, который вовремя вышел на перехват. Беды не избежать. Маури. Пандев. Очень плотно играет против него. Очень плотно! Сейчас даже плотно чересчур. Во всякой-то атаке, когда принимает мяч Пандев, а делает он по большей части где-то в районе средней линии поля, на него бросаются футболисты и дышать ему не дают. Но вот сейчас то, что ему не дали бешать и затолкали, может выйти боком. Между прочим, не Пандеву, который за бок держится, а Бухарестову. Игроки, которого завалили македонцы прямо перед штрафной площадью. Ну вот уже у вас в стенке Динамо практически все футболисты этого клуба. Мечали Десма, есть и Каларов. Здесь на выбор любые варианты. Мяч против ворот по центру установлен. Опасно! Но и Лобанд хорош. Досталось ему сегодня уже в первом тайме изрядное количество мячей тащить после дальних ударов. Все больше со стандартных положений. И сейчас еще один угловой. Игра рукой и пенальти! Вне всяких сомнений. И Эвребо был настолько уверен в своем решении, что ничтоже сумняшесе указал на точку. Ну действительно, что было-то было. Игрок команды, которая обороняется, и которая выпрыгивает на верховой мяч, по определению просто не имеет права поднимать руку вверх. Ну так нельзя делать. И здесь за разговоры, точнее за то, что выклянчивал арбитр желтую карточку для соперника, получается очень желтую карточку Горан Пандиев. А вот так. Ну и, конечно, непрофессиональный просто поступок футболиста Бухарестского Динамо. Так команда Мерча-Реднича сейчас может растерять в одночасье все свое преимущество гигантское, достигнутое благодаря голову. Ах нет! Богдан Лобон! Пока претендент номер один на звание главного героя матча вытащил пенальти! Ну красавец! И Томазо Ротки вроде бы пробил неплохо. Счет устоял. 38-я минута. Возможно, важнейшее событие в игре. Бухарестская Динамо, которая обыгрывает Лацио на его поле в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, только что сумел не пропустить пенальти. И сейчас может развивать контратаку. Есть возможность. И предложение справа. Но уж как далековато. Никуреско отпустил тебе мяч. Партнеры поддержали это наступление. И фолк. Недоволен фиксацией нарушения Массимо Моторелли. А я вынужден исправиться. Все-таки есть на поле капитан Лучиан Отзаури. Восьмой номер. Он играет. Но дело в том, что здесь произошла совершенно неуловимая для нас замена. Поле покинул таки Санчеса на Санкрибаре. Бразильский защитник. Вместо него играет Заулы. Пришлось таки выйти. Леонель Мскалони недоволен сейчас Том Хеннин Кеврибо. В конечном ближнюю штангу. Свисток. Нарушение зафиксировано со стороны атакующей команды. Ну что ж, похоже, офсайд. Ледесма. Проникающий пас. Доходя до Рокки. Можно атаковать. Нет, вокруг уже трое. И пока дожидался подключения партнеров. Потерял мяч форвард итальянского клуба. А вот бросит футболист Динамо. Еще раз смотрим на пенальти в исполнении. Я бы сказал, даже не Томазо Рокки, а Богдана Лобанта. Именно галкипер в этом эпизоде исполнял. Замечательное спасение ворот. И как-то по-другому задушали футболисты Динамо. Посмелее стали идти вперед. По размашисте их атаки. Вот уже веер комбинации раскрывается. От фланга до фланга. Но слишком...